Роман Жоржи Амаду Реализм магический, особенно проявляющийся в описаниях афро-бразильских культов. Всевозможная жизнь бедноты описана очень сочно, ярко, присутствует дух бразильского карнавала, но при этом роман очень идеологизированный. Он противопоставляет жизнь и взгляды некого непризнанного этнолога Петра Аржаншо, Мулата, который радует о смешении рас и всевозможных высокопоставленных расистов в науке и полиции и в правительстве, которые против этого смешения рас выступают. Сочетается в этом романе описание жизни главного героя 30-40-е годы и 1968 год, приема молодежных бунтов и борьбы и меньшинства за гражданские права. В этом романе мы видим, как деление на черное и белое в прямом и в переносном смысле четкие нравственные дихотомии разделяют добро и зло черное и белое, расистов и антирасистов. И это очень мешает чтению романа. Сам Амаду, материалист и марксист, в одном из диалогов этого романа проговаривается. Когда Петра Аржаншо беседует с марксистом, тот говорит ему, как ты можешь верить во все эти культы, в которых ты участвовываешь? Тот говорит, а я в них не верю, я материалист по мировоззрению. Точно так же и Амаду, марксист и материалист, он описывает эти культы, потому что они свойственны бедноте, потому что они выражают ее дух, но сам в них не верит. Так перечеркивается магическая составляющая этого романа. Это чисто реализм, по большому счету допотопный, дубовый, часто неприятно, читайте, потому что все здесь понятно. Так, столкновение Петра Аржаншо и Нила Аргола, расиста и фанатика, карикатурный злодей, шаржированный злодей и благодушные, стопроцентно положительные добряки, в этом романе все подано в черно-белой краске. В черных и белых красках. Когда Аржаншо доказывает, что в Бразилии нет никого белого, что каждый с какой-то примесью черной крови, то есть все так или иначе мулаты, это, конечно, действует на читателя очень сильно. Эта книга была переведена Богдановским и Федоровым. Первую половину перевел Богдановский, и эта первая половина переведена очень поэтично, очень красиво. Чувствуется талант переводчика. Я очень люблю этого переводчика, который переводил Сарамага, переводил Генералов печеных карьеров, переводил другие книги, Марго, Марио, Варго, Сльосу и других. Здесь же мы видим, что во второй половине этого романа, который переводил другой переводчик, как-то все снижено, как-то слишком идеологизировано, как-то примитивно описано. Хотя ритм в этой прозе присутствует, он очень необычный. Простые конструкции синтаксические сочетаются со сложными предложениями, и, в общем-то, в этом этот роман неплохо написан, действительно, это нельзя не признать. Но при этом его идеологизированность, его сочетание попытки написать новый 100 лет одиночества, сочетающийся с некой ливизной, нет никакого волшебства, когда читаешь эту книгу, как при сочтении Маркеса. Подражания ему есть, но самого маркесовского духа здесь нет. Это чувствуется очень сильно, потому что сам автор, сами его герои не верят в сущность тех пультов, которые описывают. Я считаю, что вы можете прочитать эту книгу, но не надо, это не ожидать, что много. Это не Маркес. Никакого волшебства и театру, но вы здесь не увидите. Я все поражался. Почему эта книга вышла в 1986 году? Потому что здесь чувствуется сексуализированное настроение очень сильное. А он описывает любвеобильность муатов. Эту жизнь бедняков, которые часто просто не могут насытиться плотскими радостями. Это чувствуется. Количество вынепитого и съеденного здесь тоже примитивно сочетается с радостью жизни. Я считаю, что это написано не просто так. И этот роман был переведен к тому, что все-таки идеология здесь на первом месте. Идеология левая, которая была очень близка, соответствовала идеологии Советского Союза. И поэтому этот роман был переведен. И сам писатель в свое время получил Ленинскую премию. Член Код Совета был, разоружение что-то еще. В общем, очень такой участвующий в социальной жизни писатель. И вот эта проверенность, идеологическая правомерность, идеологическая правомочность книг Амада привели к тому, что их переводили в СССР. Я считаю, что они уже устарели, потому что нет никакого расизма. Все это преодолели, гражданские права уже защищены, они их отстояли. Все уравнены в правах, скорее уже чернокожие, испытывают к белым некий расизм, чем наоборот. Вот что я хотел бы вам рассказать об этой книге. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok